Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сегодня говорим о бизнесе, о том, как развивается предпринимательство в Самаре и что делает город для того, чтобы помочь коммерсантам и, соответственно, получить больше дохода в городскую казну. В нашей студии заместитель и руководитель департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Алексей Коробков. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Алексей Александрович! Добрый день! Так как вы первый раз в нашей студии, вообще в нашей программе, хотелось бы услышать небольшую информацию о вас. Как давно вы работаете в команде специалистов департамента? Как туда пришли? Буквально несколько предложений. В департаменте я работаю уже почти год. Пришел на позицию консультанта и в течение года смог занять позицию заместителя и руководителя департамента по направлению как раз малого и среднего бизнеса. Очень интересное направление, направление, которое достаточно перспективное, которое сегодня уже достаточно неплохо в Самаре развито, причем не просто, скажем так, просто развито, а на фоне даже других городов-миллионников. По этому направлению мы выглядим очень даже прилично. До этого я занимался и продолжаю заниматься, скажем так, работаю в команде по стратегии городского округа Самара на период до 2025 года. Вот. Ну и таким образом... Понятно. Если говорить о ближайшем будущем, хотелось бы услышать, какие мероприятия готовил департамент для предпринимательского сообщества, какие нас ждут события в городском масштабе? Ну, пожалуй, самое значимое мероприятие, которое нас ожидает уже совсем скоро, послезавтра, если говорить конкретно, это наша традиционная ежегодная выставка малого и среднего бизнеса, Самарский бизнес от АДАЯ. А сколько лет она уже проводится? Эта выставка проводится уже шестой год. То есть уже достаточно богатая история, можно сказать, славная история. Предпринимательское сообщество знает эту выставку, относится, скажем так, с большим желанием к этой выставке и поучаствовать, и просто в качестве гостей прийти, как-то контактами обменяться. А цель какая? Да, какая цель у этой выставки? Что вы хотите? Ну, скажем так, малый и средний бизнес по сравнению с крупными предприятиями, он, в принципе, имеет гораздо меньше возможностей продемонстрировать свой потенциал, обменяться какими-то бизнес-контактами, в том числе в собственной среде. Это, в общем-то, обусловлено многими факторами, и ресурсов у малого и среднего бизнеса гораздо меньше. Здесь есть возможность показать себя лицом, так сказать, совершенно бесплатно, в очень таких приличных условиях. И свою продукцию можно представить, да, получается? Разумеется, да. То есть выставка проводится на крупнейшей в Европе площади Куйбышева. То есть, скажем так, с площадями проблем нет. Предприниматели получают возможность продемонстрировать свою продукцию, которая производится здесь же, в Самаре, естественно, потенциальным покупателям, потенциальным бизнес-партнерам. Сама выставка имеет, ну, достаточно сложную, в хорошем смысле слова, структуру, поделена по секторам. Есть так называемый сектор B2C, где предприниматели выставляют продукцию, ориентированную на, ну, скажем так, конечных покупателей, на жителей города. Есть сектор B2B, где одни предприниматели предлагают какие-то услуги или товары другим предпринимателям и получают таким образом площадку. То есть горожане тоже могут прийти на эту выставку и, может быть, даже что-то купить или это не предусмотрено? Нет, разумеется, они могут, конечно, это сделать, и мы их с большим желанием хотим видеть, приглашаем, как раз пользуясь случаем. Вот насколько я слышала, сегодня ставка в предпринимательстве делается на производство, потому что торговля и так уже очень большие масштабы, и, собственно говоря, какой-то кризис даже сейчас вот начинается в торговой сфере. И вот как будет производственная вот эта вот сфера, представлена малым бизнесом? Какое производство у нас сегодня? Что производит? Ну, малый и средний бизнес в Самаре имеет достаточно, ну, многолик, скажем так, он имеет достаточно богатую, обширную структуру. Представлены совершенно разные виды экономической деятельности, разные отрасли. Конечно, вот вы сказали про производство. Производство, оно важно, важно для города, потому что, ну, городу выгодно, чтобы наша продукция, производимая в Самаре, она была представлена и на нашем рынке, и экспортировалась, и, скажем так, ввелась в другие регионы России в том числе. Вот. Но, тем не менее, если структуру сегодняшнего малого и среднего бизнеса посмотреть, конечно, у нас розничная и оптовая торговля все-таки занимает первое место, но это, скажем так, традиционно. А, по-моему, вот даже губернатор Николай Меркушкин сказал, что 70% всего не работает в области вот в сфере торговли. Нет. Нет, не так немного. Если говорить именно про малый и средний бизнес. Нет, нет, я вообще говорю в целом. А, ну, по малому и среднему бизнесу могу сказать, что доля торговли, она, конечно, самая значительная, но, тем не менее, не очень большая, то есть это примерно треть, это около 35%. Вот. Я могу сказать, что производство занимает, ну, достаточно такое солидное третье место, это примерно 10% от, ну, скажем так, оборота всего малого и среднего бизнеса в городе. А что производят самарские коммерсанты? Вот что мы можем производить? Потому что одно дело произвести, другое дело нужно, чтобы это был очень качественный товар, если вы говорите о том, чтобы предлагать его в другие регионы, может быть, там страны тоже. Ну, вот как раз-таки на выставке, которая у нас пройдет на площади Куйбышева с пятницы по воскресенье, там будет, в том числе, очень богатая зона экспозиции. Она будет разбита на сектора, это будет мебельный сектор, где мы увидим мебельных производителей нашего города, их достаточно много, и они, скажем так, имеют хорошую репутацию за пределами нашего города, за пределами нашей области. Будет отдельно представлен блок строительный, тоже достаточно серьезный, причем можно будет даже наблюдать, ну, так называемые шоу-дома демонстрационные. То есть это все будет не только познавательно, это все будет достаточно красиво выглядеть. Дома для жизни за городом имеется в виду, да? Нет, ну, конечно, речь идет в первую очередь о быстровозводимых каких-то технологиях. Естественно, там многоэтажный, монолитный дом мы не увидим. Вот, но тем не менее, это строительные материалы, в том числе современные, энергосберегающие материалы, это оконные конструкции, также производимые в нашем городе. Если говорить, например, интересный сектор спецтехники, тоже будет представлен, то у нас в городе очень, вот именно в секторе малого и среднего бизнеса, очень развито судостроение, это лодки, катера. Актуально, конечно. То есть, скажем так, посмотреть будет на что, и, ну, самарскому малому и среднему бизнесу действительно есть чем гордиться в этом отношении. Афишируется то, что эта выставка интерактивная. Как это понимать? В чем интерактивность вообще проявляется? Ну, интерактивность, она будет проявляться в очень многом. Человек, пришедший на эту выставку в качестве гостя, он, скажем так, будет иметь возможность не просто там, скажем так, посмотреть, но и активно поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые будут проводиться. Ну, как пример, достаточно обширная деловая программа. Будут проводиться мастер-классы всевозможные. Мастер-классы от, например, структур поддержки бизнеса. То есть, ну, скажем так, теоретически человек, пришедший на выставку, сможет получить не только какие-то знания, но и какие-то навыки, в том числе, по ведению бизнеса. И если, допустим, сегодня человек только еще ходит с идеей, там, стать предпринимателем, то, возможно, придя на выставку, он, скажем так, сделает к этому первый шаг. Например, будет работать на выставке выездной финансово-аналитический центр, который существует на базе нашего самарского бизнес-инкубатора. И непосредственно там, вот в режиме реального времени, можно будет проконсультироваться по вопросам микрофинансирования, по вопросам получения кредитов. Даже специалисты помогут составить заявку в упрощенном режиме. Это вот что касается непосредственно, скажем так, направления, ну, скажем, делового. Вот. Очень обширная будет зона всяких творческих мастер-классов. Можно будет научиться лепке из биокерамики, например. Можно будет, там, прослушать музыкальные коллективы, в том числе, там, этническую музыку. Ну, то есть в этом году, скажем так, на любой вкус совершенно, даже самый изысканный, найдется предложение. Да, и все это будет проходить на открытой площадке, на площади. Да, дождя не боитесь, вот потому что большая программа, и лекции, и тут и глина, и все вместе. Вот как-то это предусмотрено? Ну, во-первых... Такие погодные условия, чтобы как-то не обрачили ситуацию. Вопрос абсолютно такой актуальный. Все, конечно, предусмотрено. На площади будут располагаться шатры, внутри которых, собственно, все это будет происходить. Будут, конечно, и открытые площадки, вот. Но, тем не менее, если возвращаться к погоде, нам повезло. Вот предварительно те прогнозы, которые у нас есть, они обещают нам сухую солнечную погоду. Самое оптимальное. Мы будем надеяться. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните. Спрашивает Александр. Какая в Самаре на местном уровне есть поддержка для предпринимателей, которые хотят развивать свое производство? Есть ли пособия или дотации? Ну, я хочу сказать, что в городе действует целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Эта программа рассчитана на период с 2013 по 2018 годы. Еще есть время. Да. Практически она только началась, да, исполняется? Ну, дело в том, что до этого действовала программа до 2012 года. То есть срок действия, скажем, предыдущей программы был с 2008 по 2012 годы. Поэтому целевая программа по поддержке предпринимательства, она в Самаре уже, конечно, не первый год. Но срок действия предыдущей программы подошел к концу. И вот сейчас принято решение, собственно, уже работать по новой программе. А как вот Александр может поучаствовать в этой программе и получить конкретную дотацию или пособие? То, что он спрашивает. Ну, программа предусматривает несколько, скажем так, разделов поддержки бизнеса. То есть, вот если конкретно отвечать на вопрос Александра, я так понимаю, речь идет о какой-то прямой поддержке финансовой. Например, мы можем предложить Александру получить субсидию на уплату процентов по взятым кредитам. Вот. Ну, наверное, если мы говорим о производстве, все-таки производство – это достаточно, скажем так, достаточно затратный бизнес, который требует каких-то инвестиций. Поэтому, если вопрос такой есть, значит, наверное, Александр каким-то средствами все-таки располагает. Вот. Наверное, он брал кредиты, и поэтому мы можем ему посоветовать воспользоваться как раз такой формой поддержки, как получение субсидии. Если Александр уже в этом году, вот с 1 января 2013 года, оформил отношения с банком, взял кредит, правда, там есть определенные критерии, то есть не более 5 миллионов рублей на основные средства, но это уже детали, то, в принципе, он может обратиться к нам в департамент, ему будет там в любой удобной форме на электронную почту, например, высвана форма заявки, которую он сможет заполнить и поучаствовать в программе таким образом. А вот к вам в департамент как обратиться? Может быть, телефон какой-то назовете? Да, конечно. Ну, во-первых, страница нашего департамента, как и любого другого, есть на сайте администрации городского округа Самара, если мне память не изменяет, citysamara.ru. Но я, конечно, дам прямой телефон 332-27-62. Это прямой телефон специалистов отдела как раз малого и среднего бизнеса, департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи. С удовольствием ответим на все вопросы. Понятно. Слышала, что еще одно мероприятие запланировано на 12-13 сентября, тоже в Самаре пройдет международный форум инвестиций в гостеприимство. Как-то Самара будет и ваш департамент в частности принимать в этом участие. И, в общем-то, тоже уже не рано, наверное, об этом говорить. Нет, это вообще тема достаточно актуальная. И, кстати говоря, гостиничный бизнес, вот мы начали наш разговор на тему того, какие вообще, скажем, сегменты присутствуют в Самаре малого и среднего бизнеса. Вот гостиничный бизнес, он, конечно, не на первых позициях там вот по своим каким-то показателям в общей структуре, но он присутствует. Он в сфере обслуживания, да, я так понимаю, услуг. И вот вообще тема достаточно актуальная. Понятно, мы держим в уме 2018 год, но и без 2018 года Самара это современный деловой центр, куда приезжает очень много гостей, в том числе с бизнес-целями из России и даже из-за рубежа, естественно, гостиничный бизнес. Вот если смотреть правде в глаза, не развит этот бизнес. Мне, вот по моим ощущениям, я не знаю, по внутренним, как вот горожанке, мне кажется. Потому что все время говорят, нужно развивать. И вот хотелось бы спросить, при каких условиях Самара станет туристической мекой, потому что к этому, в общем-то, все и идет. Разговоры постоянно ведутся. Но как бы вот какого-то эффекта пока вот такого не ощущается. Ну, по порядку тогда. То есть мы начали немножко с гостей, как раз с форма инвестиций в гостеприимство. В этом форуме, конечно, администрация городского округа активно принимала участие и в прошлом году. Мы активно участвовали в деловой программе, даже некоторые круглые столы совместно с коллегами проводили. В этом году однозначно мы также примем участие в деловой программе этого форума. Этот форум очень важен. Вот переходим ко второй части вашего вопроса о том, что, наверное, предложение качественное и по цене оптимальное в Самаре не на том уровне, на котором хотелось. Это, наверное, справедливо. Но, опять же, все относительно. Я, допустим, смотрел цифры, которые подавались как раз FIFA, в том числе, связанные с чемпионатом мира. И я вам скажу, что по фонду гостиничных номеров Самара выглядит, скажем так, ну, не аутсайдером совершенно точно. Вот, понятно, есть такие признанные уже туристические центры, как Казань, Екатеринбург, где гостиничный бизнес, ну, может быть, более активно развивается. Но, тем не менее, у нас представлены международные гостиничные бренды, такие как Мариот, например. Даже Хилтон у нас будет строиться скоро, да? Да, в том числе. И тогда, в таком случае, какие слабые места? Почему еще Самара не так привлекательна для туристов, ну, в массовом масштабе? Понятно, что кто-то сюда едет в любом случае, и прибывают и деловые делегации, и просто жители нашей страны, и все-таки. Ну, опять же, я хочу сказать, что мы... Или вот по-другому есть вопрос, вот малый, вот предприниматель просто, который сегодня думает, чем бы ему заняться, куда вложить там деньги, чтобы развить. Вот именно в туристическом, вот в этом разрезе, как он может поучаствовать? Что он в этом бизнесе может начать? Какое дело? Нет, ну, вообще, если мы говорим про отрасль гостеприимства, то помимо гостиниц, конечно, здесь, ну, огромный вообще пласт, скажем так, для малого-среднего бизнеса. Но это будет выгодно, если начинать совсем скоро? Ну, понимаете, ситуация такая, что каждый предприниматель, во-первых, он должен быть по духу, да, предпринимателем. Он должен готов быть к определенным рискам. Предпринимательская деятельность – это достаточно высоко рискованная деятельность. Второй момент – каждый потенциальный предприниматель должен рационально оценить, насколько та ниша вообще, в принципе, востребована, насколько она занята или не занята. Я, вот честно сказать, конкретно изучением рынка гостиничной недвижимости не занимался, но все-таки вот так, навскидку, если говорить, опять же, ну, совершенно очевидно, что развитие вообще туристического направления – это и продажа каких-то сувениров связанных, это и предоставление сервиса помимо гостиниц, то есть это тот же самый общепит, это обслуживание вот этого входящего туристического потока. Еще раз скажу, что Самара здесь выглядит вполне достойно. Она может быть не на лидирующих позициях, но уже сегодня у нас этот сегмент достаточно неплохо развивается, и поэтому, а такой, скажем, стимул, да, как чемпионат мира по футболу, он только должен подстегнуть, форсировать вообще вот это направление. Именно поэтому вот этот форум, он уже становится ежегодным, инвестиции в гостеприимство, это очень правильно, что он проводится. Да, потому что всегда можно сравнивать с заграницей, да, там видишь, как люди за это хватаются, цепляются, как развивают, там столько экскурсионных этих маленьких компаний, буквально всего много, много отелей, много кафе, много, вот опять же, вот этих экскурсионных каких-то вот компаний, которые предлагают. У нас вот просто пока этого не наблюдается. Следующий вопрос от нашего телезрителя. В Самаре много торговых точек, ларьки, мини, рынки портят лицо нашего города. Будет ли со стороны администрации производиться уборка торговых точек, упорядочение их расположения? Ну вот уборка, конечно, наверное, я так и имею в виду, что уборка не в смысле, что подмести, убрать, а вот вообще убрать их вообще. Ну, я думаю, что работа в этом направлении очень активно ведется последние, там, как минимум полтора-два года, и мне кажется, что результаты, вот чисто визуальные, они, ну, что называется, налицо, и поэтому, мне кажется, даже вот сам этот вопрос, он и вызван, собственно, теми, ну, активными действиями, которые в этом направлении предпринимаются. Ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что, опять же, вот возвращаясь к туристической привлекательности, лицо города это очень важно, состояние фасадов, состояние наших центральных улиц, в том числе, касаемо торговли. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что это малый и средний бизнес, в том числе, который тоже имеет свою логику, и это рабочие места, и вытекающие отсюда все, скажем так, вопросы. Поэтому, вот так вот, ну, мне кажется, та работа, которая сегодня ведется, она уже на том уровне, наверное, на котором, ну, скажем так, приемлемом уровне, и который позволит нам все-таки этот вопрос в ближайшее время решить. Да. Если продолжать дальше тему развития города, стратегии даже, вот туристический бизнес, это в планах, все движется, все, значит, идет своим ходом. Ходом. И когда обсуждалась вот эта стратегия, известная 2025, один из депутатов в нашем эфире сказал, что, это его такое предложение, что нужно возродить промышленную Самару, статус промышленного большого города, и, в общем-то, не к малому и среднему бизнесу, не на этот бизнес ставить ставку, а вот именно на промышленно, чем всегда славился Куйбышев, в частности, и Самара потом. На ваш взгляд, это правильная стратегия? Как вы к этому относитесь? И вообще, реально ли возродить что-то? Не будет ли это дороже, чем просто построить что-то новое в этом отношении? И вообще, что мы можем производить? Ну, если говорить про стратегию нашего города, то мы проделали очень серьезную работу, на самом деле очень серьезную работу, масса было привлечено экспертов из совершенно разных сообществ, в том числе и сообщества промышленного. Промышленных предприятий работа велась по различным направлениям, и я могу сказать, что мы пришли к пониманию того, что Самара – это очень сложный город, и нельзя однозначно сказать, промышленный – это центр, туристический центр. Например, Самара включает в себя очень много, ну, ипостасей. И не зря в стратегии городского округа Самара… И торговый купейческий, мне хотелось бы вспомнить. И торговый купейческий в том числе, и не зря выделено 10, целых 10 ключевых направлений развития, в том числе и развития промышленного комплекса, как раз о чем вот вы говорите. А приоритет тогда в таком случае чему отдается, чтобы понять, вот на что будет делаться ставка? Собственно, вот эти 10 ключевых направлений, может быть, ну, звучит со стороны, 10 приоритетов не может быть, да? Но на самом деле я хочу сказать, что это именно те ключевые направления, которые выбраны из еще гораздо большего числа потенциально возможных направлений. Все эти направления тщательно проработаны, и под ними есть, что называется, основа. То есть они, ну, есть плод большой аналитической работы. Ну, согласитесь с тем, что даже Куйбышев при всей его закрытости, он никогда не был исключительно вот индустриальным таким центром. Ну, очень много было заводов и… Нет, заводов бесспорно, но просто вот, возвращаясь к Куйбышеву, в то же самое время это был достаточно серьезный научный и культурный центр, как минимум, в масштабах Поволжья. Это был очень серьезный и остается транспортный узел. Всегда, со времен появления пассажирского авиасообщения на территории нашей страны, именно Куйбышев был главным авиационным узлом транспортным, вот в масштабах как раз, ну, тогда Поволжского экономического района еще. И, собственно, все эти функции у города, они сохраняются. И говорить сегодня, что важнее, промышленность, транспорт, культурные составляющие, это не совсем правильно, потому что… То есть разноплановый должен быть подход, разносторонний. Конечно, да, и, собственно, эта стратегия учитывает этот подход. А если вот конкретно по авиационной промышленности, опять вот буквально недавно пробежала строчка в новостях, проблемы на заводе «Авиакор». Вот как-то муниципалитет может на такие ситуации влиять, или это дело сугубо вот этого завода, который там ждет каких-то там вливаний, может, из федеральных бюджетов, от области, а вот город в этой ситуации? Разумеется, для города промышленный комплекс крайне важен, и именно поэтому существует департамент по промышленной… Вот, скажем так, в нашем длинном названии промышленность – это как раз промышленная политика. Нет, она не главная, но она есть и, скажем так, идет на первом месте. Дело в том, что все эти предприятия, оставшиеся еще с советских времен, как правило, большие. Там работает очень много людей, это наши жители, это самарцы, причем очень высокообразованные, высоко квалифицированные горожане. Естественно, городу важна судьба этих людей, естественно, что эти заводы – одни из крупнейших налогоплательщиков. Я сейчас не конкретное предприятие разбираю, а, в принципе, все наши крупные промышленные предприятия – это крупные налогоплательщики. Ну и, по сути, это визитные карточки города. То есть, это как раз… Вот мы говорили про экспортную продукцию, вот как раз аэрокосмический сектор – один из немногих, который сегодня нам этот экспорт и дает. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что все эти предприятия уже давно или частная собственность, или, скажем так, федерального подчинения. Поэтому, ну, каких-то, скажем так, возможностей, там, каких-то вот прямых, да, там, прямых форм помощи, их не так много. Но, тем не менее, мы с предприятиями активно работаем. У нас есть различные рабочие группы, куда входят директора крупнейших предприятий. У нас есть на уровне города, на уровне главы городского округа действуют и трехсторонние комиссии, и двухсторонние комиссии, где обсуждается, ну, достаточно такие серьезные вопросы промышленных предприятий, трудовых коллективов. То есть, город, он промышленным комплексом занимается активно. И, опять же, возвращаясь к стратегии, не зря, что одно из десяти вот этих направлений – это форсированное развитие инновационно-технологического нашего потенциала. В таком случае, хотелось бы еще про Жигулевский пивзавод узнать, вот его дальнейшая судьба развития, потому что были слухи, что это перейдет в какие-то частные руки, и будут какие-то изменения. А разве Жигулевский пивзавод не в частных руках? Не знаю. Вот я хотела вас узнать, я как бы не вдавалась там в подробности, кому он что-то принадлежит. Ну, что-то вот какие-то были разговоры, просто хотел уточнить, пользуясь моментом. Понятно. Нет, ну я, если честно, вот так сейчас не совсем понимаю, о чем идет речь, то есть о какой смене там собственников или что-то. Пока, в общем, ничего такого. Но Жигулевский пивоваренный завод, насколько я знаю, достаточно успешно функционирует. Потому что, мне кажется, это бренд наш, это очень значимое предприятие в масштабах города. Это одна из, наверное, пяти наиболее значимых наших визитных карточек. И хотелось бы также выяснить стратегию департамента в отношении совместных предприятий крупных. Вот очень много у нас, ну не очень много у нас, вот Ашан, да, системы электрощит, которые с французами работают. Еще, наверное, какие-то есть. Вот в отношении вот этого будут развиваться они или тут вот как что-то какое-то особое отношение, потому что часто слышишь о проблемах, да, вот нет-нет там, то не открывается центр, то еще что-то. Нет, это однозначно плюс для города, приход крупных иностранных игроков в том числе. Понятно, что крупные иностранные компании, разумеется, да, то есть это привлечение инвестиций. Каждый новый пришедший инвестор с мировым именем, это такой зеленый флажок для будущих инвесторов. Естественно, они смотрят, прежде чем войти на какую-то территорию, они смотрят, кто в нее вошел уже. Потому что это, естественно, снижает риски любого инвестора. И наличие в Самаре пипсиколы, кока-колы, Nestlé, теперь вот Schneider Electric, если мы про электрощит говорим, все это, безусловно, улучшает инвестиционный климат. То есть это плюс и с вашей стороны будет поддержка. Конечно, на уровне главы городского округа проводятся часто рабочие встречи с иностранными инвесторами в том числе, где обсуждаются вопросы совместного сотрудничества, где мы действительно ставим вопросы, чем, собственно, администрация может быть полезна этим предприятиям. И предприятия идут нам часто навстречу. У нас в последнее время все больше и больше примеров, когда действительно они берут на себя значительную социальную ответственность, в том числе по вопросам благоустройства. Да, у нас осталась буквально минутка, Алексей Александрович. Скажите основную проблему малого и среднего бизнеса, который свойственен именно самарским коммерсантам. Вот что бы вы выделили? У вас, естественно, есть обратная связь, на что они сами вот жалуются, как вы можете в этом, может быть, отреагировать на это? Ну, честно скажу, наверное, специфики у нас какой-то своей самарской нет. Проблемы малого и среднего бизнеса, они абсолютно такие общероссийские, что называется, они связаны с не всегда достаточной, ну, не хочется говорить, квалификацией. Наверное, уровнем именно бизнес-образования. Мы стараемся в этом плане помогать информационно, помогать, обучать наших предпринимателей. Естественно, это вопросы площадей. Понятно. Услышала ответ на свой вопрос. Это вот именно уровень информированности, информатизации, может быть, вот образования, да? Спасибо большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо.